Итак, главная новость. Принять участие в голосовании сможет каждый избиратель Краснодарского края. В связи с отменой открепительных удостоверений федеральным законодательством введен новый порядок голосования, а именно по месту нахождения, что актуально для курортного Сочи и в принципе сезон отпусков. Даже находясь на отдыхе, каждый гражданин сможет реализовать свои избирательные права. Наша основная задача, задача системы избирательных комиссий города Сочи – обеспечить конституционные права избирателей на участие в голосовании. Планируя свой отъезд, избиратель заблаговременно обращается в территориальную избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей на тот избирательный участок, где он будет находиться в день голосования. Теперь получается, что существует уникальная возможность обратиться как по месту жительства, так и вне места жительства. Что необходимо сделать избирателю? Избирателю необходимо обратиться в срок с 26 июля по 4 сентября в территориальную комиссию, либо в участковую избирательную комиссию в срок с 30 августа по 4 сентября. Проще говоря, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в данном случае в выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края, не нужно возвращаться домой. А подать заявление можно в ближайшей участковой избирательной комиссии по месту фактического нахождения, либо в любом МФЦ края. Такие избиратели при помощи автоматизированной системы выборы включаются в специальный реестр и исключаются из списков избирателей по основному месту жительства. Одно «но» в заявлении необходимо указать номер и адрес избирательного участка, где планируется голосовать. Получить такую информацию поможет сервис «Найди свой избирательный участок», размещенный на сайте ЦИК России. Пункты приема заявлений откроются в Сочи 26 июля, по одному в районных администрациях, а также в поселке Дагомыс и в Олимпийском парке для удобства большинства отдыхающих. Напомню, сами выборы депутатов ЗСК назначены на 10 сентября. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.